Я в восторге от этой поездки. Я не жалею. Это было спонтанно совершенно. Я не планировал ничего, никуда, никак. Не планировал, где я буду, когда я буду, как я буду, с кем я буду встречаться. Я сделал больше, чем я предполагал, что я хотел бы сделать, что я хотел бы увидеть. Я увидел в разы больше. Потому что не планировал, не предполагал. Стория солдат. Я встречал, я видел с солдатами, с моим своим товарищем. Он москвой пехотинец. И вдруг в террообороне, который депутат. Мы с ним не сидели в больнице, разговаривали долго, несколько часов. В кафе, под на больницу. И провели куруску армию. История. Воровать они не умеют. Система войны. Старая, советская, сороковая. Как они в Великой Отечественной воевали, так они воюют. Они идут толпой. Никакой стратегии военной, которая в современной, то есть передвижение, мобиляции, изменения с каких-то... Абсолютно. То есть понятие какой-то вот боевой строй, какой-то современной тактики боя. То есть мы в Израиле, кто на поле воевал тоже знает, что такое, какие-то есть. Нас учат каковой какой-то тактики. Как нужно передвигаться, как нужно двигаться, правила боя, правила ведения боя, обороны, наступления. Никакого. Просто толпой идут мясо, которое идет на смерть. Помните Сталин про историю, Сталин-2 и КГБ, которая сзади стреляла, расстреливала? Заграны-заграны-заграны-отряды? Заграны-отряды, да-да. Повторяется сейчас то же самое. Эти суки убивают за своих. Кого не кидает впереди. Не ВДВ, спецназ, ОНВ-иатр, подразделение Российской. Нет. Они кидают жителей ДНР, ЛНР, которые бывать имеют совершенные. Преподаватели, не ваше кто. То есть простых рабочих. Кого не поймали на улице? Простых рабочих. Эти тут первой шеренда. Два танка. Между танками вот эта вот идет, идет эта толпа. Постреливают первый танк. У нас армия уничтожает. Они бегут назад, их расстреливают сзади, потому что вы не можете отступать, вы должны только наступать. Шансов у них вернулся некогда, потому что уезжают. Нет. Смертники. Просто мясо. То, что смертей погибших больше образы. Российской армии сомнений нет. У нас армия очень много, потому что они расстреливают территорию, то есть артиллерия, которая стреляет. Они стреляют по целям, которые вот такие по цели. Они просто берут квадрат и его чистят. Да, видели съемки. Они тоже не могут поделить точное место расположения Израиля, Украинской армии. Определяют не все крайне. Есть случаи, что много погибает, но много раненых, много пострадавших. Сейчас с Донбасса идет тьма раненых ежедневно. Десятками. И погибшие немало. Цифер нет, но факты. Но они используют хосфорные пломбы, сжигают все. В принципе, суженные земли. Просто уничтожают все квадраты, уничтожают деревни. Поэтому, то, что Северодонецк бахнул сейчас. Все поселения, которые были там, Изюм, что же захватили, это... Они просто разносят дорогу. Разносят, стреляют безразборно по всем точкам. Не важно, есть там армия, нет армии. Просто стреляют. Просто стреляют. Воюют со всем живым. Не с армией, а воюют со всем живым. Да, однозначно. Техника, которая поставляется сейчас, сказывается. Пока не было техники, они отступали. Сильно отступали. На Донбассе. Потому что все силы, которые были и север, и юг, и центр, и восток, и юг, и север, были сейчас все сковано в одном месте. И не наступает только на востоке. Херсонии просто держат оборону. И отступают. Понемногу. На Донбассе не наступают. Сейчас намного меньше. Снова Амерс или любая техника, которая постреляет сейчас с запада, да, армия благодарит и меняет ситуацию. Это...